Студия StarLadder TV 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 Просто все красивые Что будут делать Оштукей на первом девайсе? Я не знаю, включаем номер 7 Это Маки, и он уже белый стоит в будке Но это инфа, то что восьмерка занималась Да-да-да, восьмерка за... Ну, он же Флюша Восьмерка за Флюшей Шнейдер... Так, Пронакс Где-то словили на гранате сейчас Маки В будке, отлично Достоялся, Пронакс перегруппировался на улицу Смотрите, Ланфир и ПРБ прошли улицу И могут сейчас надавить неплохо на закрытый Это должно хоть как-то сделать А, не-не-не-не-не-не-не-не Стоит Шнейдер, ребят, стоит Шнейдер И, по-моему, сейчас закрытый план для Штуки Не самый лучший вариант Но тут либо сейчас будут выходить Рамп плюс длинный, либо нет Моменталка из-под девятки Ее чекает Скарк Пытается выцепить игрока, который играет на чек И замечает голову, но поздно Дэвил Волк уходит И легкого открытия не будет Фнатик перестраивается под прием рамп Это ключевая точка Если здесь отстреливают бомбу То для Штуки это тупик Уже с перводевайсного Все, приходит Джей Вишечка И начинает Ну, не знаю, накалять ситуацию Забирает Скарка Бомб керри увидели Пушит Пронокс РТНФА Минус бомба И все Все, а Штуки закончились Не успев начать Ну вот Даже, даже до плента не дошли Вот такой вот первый девайсный раунд от Фнатик Фнатик лишились, друзья 13 хп за этот раунд Скарк Ну, тут будет пытаться ПРБ что-то сейчас сделать Уууу, с двух сторон Ну ладно, почти забрали штейndера Но 3-1 И какое-то невнятное Какие-то невнятные действия Эта штука Мне вот, кстати, интересно Норвежских команд Еще не было Может быть, именно эта команда Покажет нам Какой-то Невероятный уровень Или не покажет Как считаете Так, ну что ж, а штуки нацелились на пистолет И попытка выхода со скрипа Ну, сразу прогрен Добавляет просто масло в огонь Ну, и прием будки будет, по-моему, вообще инзи-физи Да, тут нормально, запирают сейчас в натике Приходит Джейвис Мэйна Просто раскидывает маги Остается Рубина, ну и тот долго не живет Джейвишка молодцом Собирает практически всю халяву Счет становится 2-3 Давайте смотреть на закуп команды Аштукей Там есть 5000, и будет ли АВП Вот им в любом случае нужно здесь рассчитывать на то, что придется убивать улицу А это АВИК, как минимум Придется убивать 9 И посмотрите, команда не играет Бай, вот два игрока с двумя и восемь Вот относительно правильное решение Я думаю, оно правильное и относительно целостное экономики Все хотят играть с пистолетами Не с пистолетами, а с автоматами Но с другой стороны Непонятное решение Опять-таки повторно играть медленный раунд на П-250 Так, сбривает Рубина Дэвил Волк пытается ловить радио Аштукей Все еще невнятно действует Привет, Дэвил Волк! Ой-ой-ой-ой-ой! Вышел такой, напугал Дэвил Волк Испугался Переключил О-о-о-ох! Вот, станцевал Дэвил Волк Скарг великолепный просто Нереальный дигл показал на улице Но, тем не менее, его тиммейты не поддержали И он вынужден сейчас со своим диглом пытаться Пулять в гордом одиночестве А, нет, к нему подходит Подходит к нему сейчас Так, стоп, это ПРБ минус сделал Нет, Скарг сделал минус Это у ПРБ просто тег такой А штукей, Скарг Непонятный Ну и рубина Вот, посмотрите на Пронекса Еле-еле Еле-еле просто И у меня вылезает Скайп Я сейчас Пока Фнатики добили На секундочку просто сделаю Вот это И Альтабнусь обратно Понеслась Возвращаемся в КС Извиняюсь за такой Ждан-неждан Но, правда, нежданная штука Ну и о штукей решили сыграть на 5 АКМов Рубина улица Четыре игрока будут отсиживать инсайд И, наверное, ждать какой-то аркады Фнати, кстати, стабильный Не аркадий, а Джейви Занимает улицу за красным Очень наглая позиция Прикрывает его, как видим, Шнейдер Восьмерка опять-таки за флюшей Дэвил Волк рампы Ну и По логике вещей У Фнатика очень хорошие позиции Для Того, чтобы принять атаку о штукей Ну, любой раш Практически любой раш Улица закрыта Рампа закрыта Более-менее плотно Суппорт будет быстрый На тот и на другой плент Все, что нужно Так, фейк-раскидка Нет, не фейк Закидывают аплент Флешками о штукей Все белые Джейви Врубает с карты Смотрим на ПРБ Открывается Минус плент Идет перехват Инициативы Из девятки И флюш разыгрывает Ну, ура Вот она, быстрая хелпа В лице Пронокса С мейна Он решает практически все Но Ланфир И не перестреливает Остается один-один С Дэвил Волком Кажется, он слышал его на лестнице Да, он слышал его на лестнице Он ждет его из девятки Чекает будку, тем не менее Уходит вниз Дэвил Волк падает Не залезая на девять Не чекает плент Бомба ставится Дэвил Волк проходит с вилки Ланфир знает это или нет Пока непонятно И Дэвил Волк Какая халява Но какое все-таки Четкое Четкое перемещение на вилку И врасплох застает оппонента Не повезло Ланфир и минус три в раунде Остаются для него всего лишь фрагами И Фнатик пополняет свою копилочку Еще на один Это, кстати, первый фраг Дэвил Волка И самое, что интересно Он затащил целый раунд этим фрагом Вот так и надо играть в Counter-Strike Фнатик рады Фнатик несомненно рады Такому повороту событий Напомню вам, что это первая карта Это первая карта И нас ожидает еще две Если Фнатик эту не выиграют в Сопли Или аж Тукею не заберут себе Вторая Трейн Вообще две темные карты Это, знаете, в духе скандинавов Раньше такие финалы Отборочных постоянно были Еще по 1.6 На Трейнах, Нюках Весело было Это да, это когда Лакбланк играли со Sky Gaming И все за этим смотрело 1015 человек И все просто наслаждались Сколько же можно играть овертаймы Все, стягивается Шнейдер Проходит первая инфа У команды Фнатик А Штукея готовит Аплэнд При том, что готовят они его с раскидкой Будет изоляция на мейн дана Мне непонятно только Как они вот этого парня убивать Собираются такими распадами Но тут смотрите, что происходит Плюш обрывается Джей Викроет Шнейдер идеально играет в девятке Идеально, но Рубина его перехватывает Играет роль ВП И численное преимущество команды Фнатик на Аплэнде Сейчас явно сказывается На норвежцев На норвежцах И, по-моему, норвежский коллектив Должен был сделать выводы Серия неудач На Аплэнд Это ж сколько они ходили Раз, два, три Три раунда подряд сыграли на А Ну, один из них посидели Но, тем не менее Тем не менее, им нужно еще где-то три брать И Где они их будут брать, я не знаю Пока не хватает стрельбы Турбина пытается напугать здесь Диггл Волка Словить какую-то халявку Непонятную На самом деле, зря он сейчас Диггл спалил Очень-очень зря Это просто добавит готовности Сейчас Фнатиком по позициям Вот на пистолетах Улицу, например, можно спокойно На два пистолета На три отстрелить Пройти в длинный Но этого мы уже здесь не увидим Основное звено у норвежцев Играет через инсайд Так, Маки Очень наглая игра Пытается состричь Девил Волка Скарк упал О, а штукей Ну и по 250 Да, два по 250 Плюс Диггл Выход Пронакса И без шансов Без шансов для штуки Рампы принимаются на ура Шнейдер набивает 10 на 5 Первая статистика Так Мегатранатор, он же флюша 5 на 4 3 на 2 Девил Волк Джейв 9 на 5 Два МВП Так, и Фнатик, по-моему, что-то сейчас придумали Потому что я вижу АВП Я вижу АВП, которое пошло на рамп Да, меняются позициями Фнатики Понимая то, что а штукей будут пробовать что-то новое И посмотрим, смогут ли они на вторую половину Первой половины Хоть как-то, ну, не знаю, угадать действия оппонента Так, ой-ой-ой Вы видели, что было? Пронакс! Нереально сбривает ПРБ Джейв не дает играть на рампах И, по-моему, сейчас А штукей попытаются его выкурить С рампы Нет, Джейв стрейфится, пытается создавать напряжение Если Маки пойдет его убивать подплое, что это хорошие шансы Ложится дым Идет разводка Фнатик все еще втроем на рампах Туда по-прежнему Сильноправленно действует норвежская команда При этом Они еще умудряются дождаться Аркадеса Но Аркадеса нету Залетает смог А штукей надо принимать решение Либо уходить на улицу Но они, по-моему Ну вот Ланфир же им держит улицу Хотя, нет, о нем знают Девятка Ну вот надо было убивать С ВП С ВП Ланфир Лишает просто свою команду этого раунда И опять мы видим Тот же самый Поворот событий Стрельба, конечно, чуть-чуть спасает Маки Позиция на девятке у Фнатиков Проход от Скарка Флэшки ап Скарк по девятке Релат Девайса Маки уходит в будку Но убивание будет Обещает быть интересным Дэвил Волк ключевой персонаж в этом раунде И Ну вот Джейви не хочет показать свою головку Скарк узнает Что скорее всего с плента идет чек Налетает флэшка Дэвил Волк ококсию Девятка падает Дэвил Волк знает Да, о двух позициях Он знаком уже с двумя позициями игроков команды Открывает дверь Заходит в нее Топает И Маки начинает уходить с будки Дэвил Волк понимает Что здесь нужно что-то делать Попадает прострелом По нему тоже попадает прострелом Выходит на плент Никого не видит Топает И его все-таки забирает Скарк 6 6-4 Ну наконец-то Штуки гейминг Собрались И вот Еле-еле потащили Не зашло у Дэвил Волка Но Раунд на ура Встреча продолжается Но уже наверное не в таком ключе Будем ее наблюдать Может о Штуке сейчас немножко полегче станет Потому что сложный раунд Сложный для себя раунд взяли Вот этот парень Меня сейчас очень сильно радует Его сейчас если не прочекает Парень Ай-яй-яй Прочекал Анфир Но Линдберг заметил раньше В итоге идет размен Рубина Забирает всю улицу И уходит красный с 4 хп При этом дается Прострел на флюшу Но прострел не работает Парень оставляет за собой Позицию на фронтексе У Фнатика идет Перегруппировка небольшая Попробует забрать улицу За счет Дэвил Волка Потому что две позиции упали Действительно Неожиданно для команды Фнатик Но вот закрывая улицу Понимают что Сейчас ошибка у Фнатика Они думают что никого нету Перегруппировываются Принимается аплент Смотрим на Маки Маки прорывает по 9 Пронакса Просто разорвал В пух прах 3-2 Преимущество за штукей Все что нужно сделать Это пройти на аплент Но Опять таки У Фнатика очень гибкий прием Посмотрите Они просто как Змей Горыныч Перестраиваются Из угла в угол Из стороны в сторону И Едва не отдают аплент Перехватывает Кстати его флюша Забирает 2 в 2 Бомба выходит в вилку И Дэвил Волк Сейчас может Дэвил Волк Ой 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 Испалил и не забрал красного Видит вилку Видит второго игрока Пытается его начекать Надо сжечь плент Дает прострел Выжил И ПРБ Остается в сложной ситуации Дэвил Волк ждет Перестраивается флюша ПРБ совсем плохо Какой Молотов Какая граната С двух сторон Просто Идеальный тимплей От Фнатика Выбивание Выбивание этой бомбы Проходит настолько гладко Что наверное Даже масло Так на хлеб не ложится Как они взяли этот раунд Вы видели Вот какой был Микромомент Один гранату влево Второй Молотов вправо При том что граната Полетела на 2 секунды позже И ПРБ просто Я же из Норвегии Куда мне здесь идти Опять отправляют Джейви на улицу Понимаю что Играть на АКМах Очень опасно Джейви был прочекан И вот мне сейчас интересно Будет ли он убивать Скарка Да Убирает Скарка Замечает на башне Экраунд в исполнении Аштукей Начинается не особо удачно Маки Единственный у кого есть девайс Дэвил Волк закрывает Этот девайс Ну и По моему дальше уже Эти смысла здесь нету Хотя вот Ошибка по девятке От Пронокса Он остается красный Но Дэвил Волк Слава богу Все еще на позиции Никуда не ушел И Выход на рампу разваливается Но тем не менее У Аштуки Гейминг Есть 4 раунда Этого должно хватать Для второй половины Но это с учетом того Если они уверены В своих способностях Вообще и силе Потому что Сторона Знаете Защиты Несмотря на то Что На ней Вот если играть Как Фнатик В позатом раунде Да То играть за защиту Конечно легко Но Если вы из Норвегии И вы не знаете Что делать То будет тяжело Вообще норвежцы Кстати даже в 1.6 Нюк играли Не очень хорошо Шнедер занимает вентиль Тем временем Мы это видели Тонкий момент Ну и Аштуки Решили выйти быстро Средним темпом Попытка открыться на А Минус улица Поддержать нечем А Штуки занимают Аплент вообще Без каких-то проблем Фнатик Приняли решение По-моему Изначально выбить Ну и оперировали Как бы да Чистным преимуществом Крампама к улице Ну посмотрите Джей Ви Вот это называется Я в жопе Потому что Где она Ого Ой-ой-ой-ой-ой Он его просто Ой как он его просто Дразнит Дразнит Ну вот Гранаты И 29 кп Джей Ви Джей Ви Что творит Просто отстреливает Через стенку Но тем не менее Это не помогает Его команде Тоже никак Замечательный минус На Дэвил Волк Вновь последний Это сейф Это сейф Задергал Беднягу Скарка Просто до безумия Парень аж Простерялся Ну вот как Джи Ви в каналке Оказался Это уже другая история Тем не менее Аж 2к Неплохо Размочили счет В матче Вышли на лузовый Минимум И Сейчас игра Уже пойдет Немножко полегче По пингу Кстати сразу Стоит отметить Что пинга Примерно равна И Все очень-очень Неплохо Складывается Ож 2к Я ожидал Куда худшего С счетом того Что мне англ Рассказал Так Маки Война с Дэвил Волком Будет у него продолжаться По-моему До конца Этой половины На рампах И Аж 2к Сейчас надеются На то Что Фнатик Дублирует Позиции Прошлого раунда Но вот Для Скарка Уже не задача Он получает дым С самого начала В том раунде Его не было И Аж 2к Спокойно раскидались Ланфир Минус Шнейдер Смотрим Насколько смелости Хватит Маки Здесь зайти Смок лежит Смок лежит Два игра Каждую твой Перекрестным огнем Залетает еще один Второй Нет это флешка И Дэвил Волк Уходит на чек Вот Маки ждал Попытается убить право Пронекса ждут Из-под девятки Вот она ошибка Два хэдшота От Фнатик Великолепно Рамп не прошли Ошибаются норвежцы Где-то 4 в 2 Или 2 в 4 Для норвежцев Это очень-очень плохо Надо цыплять Ану В аркаду Никто не полезет Вот халявный хэдшот Для ПРБ Попытка чека От Флюша Но ПРБ тут был на тайминге И все было хорошо Рубина потерялся Ну и Дэвил Волк Запирает этот раунд 9-5 9-5 господа И на 10-5 По-моему Это половина Очень-очень похоже В пользу Фнатик Разумеется 3-2 3-5 Но на последний раунд Денег нету Да бездарно конечно Бездарно разыграли Вот все было для того Чтобы выйти на Аплент Хотя бы попытаться И разменялись Вроде неплохо Но Вот эта ошибка Маки На Рампах И непонятно почему Он решил выходить туда До последнего Еще и с ножом побежал Не чекал право Когда был один Заставило меня реально задуматься Над игрой Аштукей Стреляют парни хорошо Но вот Понимание у них Игры соперника пока Вот видно что Такая средняя Средняя команда Которая хорошо Стреляет Но С такой замашкой Да на Евротоп Бывает Бывает Таких команд Было много Так ну что Все Фнатик сожрали Аштукей В последнем раунде Вообще без шансов Для них Видите да Инициативу Никакой парни Не проявили Ошиблись на выходе С буки Пошли в дым Не нужно было туда идти Рубина конечно Пытается здесь выжить Его уже обошел Пронекс На промоксе На капитане команды Фнатик Все заканчивается Счет 10-5 Первая половина Очень четкая Небольшой рекламный блок На Твич ТВ В этот момент Проходит Слэм Можешь не болеть Так явно за Фнатик Я не болею за Фнатик Я не понимаю Почему ты Это пишешь Вообще Во-первых А во-вторых Если ты не видел Просто как эти парни Одного игрока С вилки Выкуривают Перед этим Пообщавшись Наверное На все темы В мире И определяются Ситуации Я просто Констатирую Факты Которые есть В игре И почему ты Считаешь Что я болею За Фнатик Лол Это же жесть Какая-то жесть А ну я понял У тебя 98 Год рождения Все Ладно Вопрос снят Сори чувак Сори чувак Тем временем Я посмотрю Что там происходит У поляков Вообще Интересного Да Да Поляки тоже играют У них там своя Квалификация Но вот По-моему Они ее выиграют Изи Хотя финал Смим будет интересным На кого ставил Слом Ни на кого не ставил Вообще На гейминг бете Даже коэффициенты Не смотрел Кстати это интересно Можно наверное Посмотреть Но я думаю Вот если На CSGO лонжа Смотреть То там игроки Которые ставят вещи Они в основном В 75% Ставят на Фнатик А вот что касается Ставок на реальные деньги Я сейчас узнаю Ну коэффициент На штуке гейминг 4 друзья Просто 4 На Фнатик 1 1.145 Но это очень хороший кэфф Можно зарядить На штуке Но чем это закончится Опять же Непонятно Реально непонятно Ну что ж Вторая половина Вторая половина Первой карты И счет 10.5 Смогут ли Фнатики Взять пистолетку Велика вероятность Того что Штуке дадут Конечно Небольшой камбэк Возьмут пистолетку Но В условиях борьбы Фнатик будут Чуть-чуть посильнее Даже не чуть-чуть Я бы сказал Так Ну давайте смотреть Фнатик принимает решение Атаковать вчетвером По улице Крайне Необычное решение При том что Очень быстро это делают Так Смотрите Ой-ой-ой Ланфир Пропускает 4 Вот сейчас он может Бежать смело в спину Последний кто Последний в стеке Шнейдер Последний в стеке Ланфир Да Все Смотрите Пошел Пошли-пошли-пошли Обратно Перетягиваются Попытаются убить ангар Развернулись Вышли из длинного Ой красавцы Как они это делают Они по-моему просто По-моему просто После инфы Про ангар Они решили Спокойненько развернуться И идти убивать именно его Потому что понимали Что Скорее всего А штуки будут их ждать Там уже с вилки втроем Но в итоге Все равно ошибаются Идут под 9 Размен 3 в 3 Скарг принимает Дэвил Волка Смотрим на Маки Маки сейчас может захватить Двух игроков Застать двух игроков Расплох Заходит в спину Минусует первого Но должен убить второго Да Убивает второго В асисте ПРБ И Флюша Один в два Он знает о том Что один игрок Есть в каналке Знает о том Что бомба на вилке Не торопится Не торопится Но на самом деле Разыграть сложно Пропрыгивает Получает в спину Минус 50 Уходит по 9 Маки Посмотрите Маки его пытаются Выждать И Флюша При фаером Ловит на стрейфе Маки Попадает в голову Остается против Рубина Один на один После будки 32 хп, а падает очень идеально, но Но Флюша, смотрите, что делает Красные игроки, но Рубина Рубина просто его догоняет, настигает Убивает Флюшу 10-6, а Штуке Гейминг Попробует побороться Сразу обращаю внимание на Ланфера Который, по-моему, хочет Показать свой невероятный ССГ Берет биатлоночку Blood in the water Интересно Кровь в воде Ну и Фнатик понимает Беспощадность прошлого раунда Играют Эко, соответственно, но Судя по их непонятным покупкам Которых они не совершили, скорее всего Они будут делать влевой бай Но если это будет 2 Эко на Решающие девайсы, то А Штуке и морально могут быть готовы Принимать такой расклад Ну что, улицу пройти не удалось С рампами тоже вряд ли срастется На планте Два игрока Фамаса в руках команды Штуке Вот есть по 90 У Маки Вот парень, кстати На лане зажигал И стоит отметить еще Игрока с ником Скарг Который в свое время выступал За кинов Так, ну и Ланфи Отстреивает Линдберга Счет 10-7 Смотрим на Фнатик Денег у них 3-5 3-3 3-4 Ну на Галилы есть По-моему покупают Или нет Нет, две флешки Не, ребят Фнатик работает на респаун Хотя странно Вообще Третий респаун В 1-6 Был всегда первым Здесь что-то как-то Второй выпал первым И Я даже не знаю Ого Флеш какая интересная Выходит на Под флеш Посмотрите И Еще и вниз Ой-ой-ой Всей бандой вниз Уходят А Штуке Не знают что делать Но тем не менее Принимается практически все ПРБ бежит Казнить Так, кто казнит Пронекс? А, Пронекс В отдельной галактике Играет Сегодня Его забирает Ланфир Все 10-8 10-8 Два эко-раунда Были сыграны И по-моему Пора Команде Фнатик Закупиться А Штуке ПрБ остается С дробовиком Как я понимаю Или ему А, ему дали ФАМАС Выкидывает дробовик Забирает ФАМАС Смотрим на Штуке 2-2 рамп 1 улица Флюша Плюс Джей Ви Идут на улицу Будут играть С подсадкой Смотрим на Джей Ви Знают они о том Что игрок Ну, знают они Да, что Ланфир Скорее всего Будет запирать И возможно Даже с АВП Но Ланфир Остался Обратить внимание С чем Это скаут А вот АВП от Фнатик Это интересный Поворот событий Все, пошел Ловить скаут Не знаю Получится у него Это сделать Или нет Пытается дождаться Внешки Ну и Так, ну Что-то не могут Раздуплиться Фнатик Ждут первые минусы Они, наверное, надеялись На Джей Ви Скаут дала себя знать И минус АВП Отличный фраг От Ланфира Без шансов для Джей Ви Хороший хэдшот При том, что Хэдшот Недорогой Обратите внимание Скаут стоит вообще Копейки А эффект от него Вот Ланфир Сейчас показал Нереально дохрена Профит Профит Если у вас есть в команде Такой игрок Этим надо пользоваться Размен на Рубина Выход Аплэнт И никто не чекает Маки в точке В итоге Пуша остается Последний По-моему Это борьба Это борьба Тоштуки Рад видеть Рад видеть Что норвежский КС Все еще КС И парни в деле Маки Восьмерка Минус Флюша 9-10 16 на 13 Статистика Маки 4 МВП Можно вот если Ну да Если посмотреть на Фнатик У них по МВП Герой дня Дэви Волк А вот Флюша 16 на 12 Тоже фраг лидер Но на равных На равных играют команды ПРБ вылетал в перерыве Пошла раскикарамп От игроков защиты Обратите внимание Норвежцы не играют В пуш Настолько они уверены В том что здесь Вряд ли что-то получится Так Ланфир Переквалифицировался Выбросил скаут Понял он что денег Нафармил достаточно Ну 6 тысяч в запасе Есть на АВП Если один раунд Проиграть Но это терять Конечно бы ему Нежелательно Пронакс Флюша Все без АВП Без АВП Принимают решение Играть сейчас Шведы Норвежская команда Попробует Все таки Скорее всего Нет Они по прежнему На тех же позициях Два рампы Одного правда Игрока на оставили Один заходит в мейн Все неплохо Первые дымы падают На будку Надька играют Очень-очень Слоуплей На пассивное забрасывание Улицы Прострелы Девятки Ничего особенного Пытаются поймать Какую-то Хотя бы какую-то Ниточку к игре Хоть какой-то шанс Пытаются увидеть Своих действиях Кстати если сейчас Они не берут раунд И не ставят бомбу То надежды нет Они уже в меньшинстве А это только Первая минута Этого раунда Первые 30 секунд Были крайне нерезультативными Ну вот попытка Открыться на ПРБ И удачный маневр Удачный маневр от Шнейдера Но тем не менее В меньшинстве Шнейдер Показывает хорошую стрельбу Забирая под девяткой Скарка Но не самое лучшее Не в самую лучшую ситуацию Попадает Фнатик Фронекс приказывает идти Идет одымление длинного Залетает флешка Шнейдер резит под эту флешку И я там даже не знаю Что происходит Не, Шнейдер не полез А после второй Даже боится что-то сделать И Рубина просто выходит своей головой на него Еще канал Кашнейдер Блестящая стрельба Задевает еще одного Штраф просто нереально жесткий Ловит гранату Маки Это просто Габелла Просто Габелла для Аштукей На ровном месте Словили все лулзы этой игры Негативные Попытка убить бомбкерри Заканчивается Неудачно И два игрока Сплэнта Ланфир об этом не знает Просто не догадывается Его пытается выкулить Под флеш Видит двоих Но слишком поздно 11-10 И Фнатик буквально Из лап команды Аштукей Выхватывают Наиважнейший раунд Для них И удерживают Удерживают пока что Свои позиции Лидирующие позиции В счете На этой карте Но то ли еще будет Ланфир дублирует Закуп АВП Так На двух На двух Так На двух На двух эсках Играют Аштукей Это Рубин и Скарг Ну вот Скарг У него очень жесткий аим Оно понятно Фнатики придерживаются Стратегии 5 АКМов И Игра в размен пока что От них очень-очень неплохая Ланфир Автодиректор показывает Нам Рубина Ну здесь по-моему Пошли сейчас прокиды Как я понял Да-да-да Вот стоит флешка И Девил Волк Просто казнит Аплент Выходя из скрипа Ну вот на маге Последняя надежда У команды Аштукей Но и тот Просто смотрит Не в ту сторону Пытаясь принять скрип Забывает о будке И вернувшись На свою исходную позицию Лишается жизни Ну вот тут вот Фнатик Показали нам сейчас Готовый раунд Который на самом-то деле Следовало смотреть Немного внимательнее Поэтому я извиняюсь За Такой расклад Там просто еще Две флешки Было брошено с будки Помимо двух сверху И Первая флешка Которая залетела сверху Она просто залетела Ну На нее вообще было наплевать Она как разводная Потом лег дым А потом была флеш с будки И потом под вторую флеш с будки Одновременно влетела флешка сверху И Девил Волк вышел в дверь Вот это конечно сюрприз Ну и ПРБ Сейвит девайс Сейвит девайс Понятно что Фнатик Его просто здесь не найдут У него очень Хорошая позиция Для сейва Он еще пытался Какую-то халяву Захватить на инсайде Но никого там не осталось Двадцать третий раунд Двенадцать десять Фнатик впереди Может у Кейгейминг Заканчиваются деньги Два подряд проигрывают У ПРБ остается на один дроп Остальные все закупаются Практически в ноль И Фнатик все-таки решили попробовать Вновь разыграть что-то с улицей Джейви Ну на этот раз с АК Без попытки Посмотрите какую дымовую завязу дают Очень-очень мощную Боятся они тем не менее Ланфира на улице Очень сильно боятся АВП Которая может подрезать Ну и Три игрока спокойно Проходят в крыску При том что чекают их только Из-под девятки В ангар никто не зашел Вот пытается спамить у нас Из-под девятки Да пытался спамить Из-под девятки Скарг Спаминг Вообще ничего не решил Фнатик уже находится В четвером в длинном Ну там сейчас закроют просто Ланфира Вообще спокойно Эх ну вот Все было на самом-то деле Нормально у Аштуки Очень нормально Но вот в этом раунде Они просто решили разыграть Свои позиции предыдущего Вместо того чтобы Укрепиться на улицу А Фнатик вовремя Ну Фнатик имея вот такую Нить к игре невероятную И понимая сейчас что Аштуки немножко раздавлены Просто разыграли другой раунд И по Аштуки на этом попались Ну это возможно 13-10 Если только не произойдет Чудо от Скарга Но у Фнатик такие позиции Что выбить эту бомбу Будет невероятно трудно Один дергает Второй тоже Третий падает И ну тут со всех сторон ПРБ конечно свой минус делает Но этого мало Этого очень мало Шнейдер на отходе В спайминг Вылез ПРБ 13-10 Все таки 13-10 И ничего нового Очень боюсь за вторую карту Для Аштуки она может Стать на самом-то деле Решающей Но я бы хотел увидеть Три в этом матче Так как В нижней сетке По-моему будет БЛ1 И для Аштуки Начинать турнир С нижней сетки По-моему не самое лучшее Смотрим за Фнатиками Ну и они решили Уже здесь твердо Что сейчас ЭК И пойдем Пойдем сыграем АнтиЭК И на дальних дистанциях Будут пытаться держать Оппонента Чтобы не попасть В упор на деглы Ну и оно понятно Оно понятно Зачем лезть На рожон Когда все вроде Ой-ой-ой Как неплохо Шнайдер минус Скарк Забрали Очень на самом деле Жестко играют Сейчас Фнатики Вот этот АнтиЭК Прямо душно-душно-передушно Но посмотрите Аж штуки тоже не нервничают Остаются на позициях И практически никуда не выходят Так Фнатик перестраивается Подрам после улицы И на 30 секунде 24 раунда Открывает вилку Это нижний плент И укрепление аж штуки На пленте Уже никому не нужно Будут пытаться ловить беса Ну или бес будет пытаться ловить Их я не знаю Но Шнайдер в роли беса Пока что никудышно Сыграл свою роль И отдается Смотрите Есть шанс Есть шанс на самом деле В длинном подхватить Если убьют Флюшу Да, закрыли Флюшу Но самое печальное То, что все-таки С подъемом перестрелку Не выиграли И вот с окна Не сыграл Не знаю, что там был за чувак Который вылезал Но он не должен был умирать Ну вот там, где сейчас отдался Рубина Был, наверное, один из ключевых фрагов Если бы сделали Могли запирать эту бомбу И гонять в пленте JV Отход на Отход с зажатием И это 14.10 Для Фнатик Вот такие вот У нас интересные Повороты, разворота Событий Происходят Так Ты АУК с АВП Не сравнивай С АВП Нужно уметь стрелять А с АУК И что, действительно Вот последний патч АУК Это просто жесть Просто мертвая жесть И Я даже не знаю Штрайк сегодня Играл, говорит Вообще жесть Я тоже с ним пострелял Но это какая-то беда Это как по 90 Только с зумом Можно хоть все раунды За защиту выигрывать Так, Ланфир И ловит улицу Смотрим, убьет ли В спаминг кого-то В дым Нет, нет, нет Но выцелил Выцелил нормально Но не добил К нему приходит Суппорт мейн Аскарк готовится Принимать АПЛЕНТ И АШТУК Сделали все Чтобы принять скрип Смотрим на Скарка Сможет ли он принять Эту халяву Зажимает Но игроки Фнатик вовремя Расследотачиваются И Скарк просто Не попадает Этим зажимом Тем не менее Инициативу из рук АШТУК Не теряют Играет свою роль Рубина И подхватывает После Скарка Всю Всю эту банду Которая пыталась Выйти с двери И Флюша просто Не успел Зайти с плитом Ну и был бесполезен С мейна В итоге Три в одного Остается у Флюша Все-таки АШТУК Будут бороться Как четко Как четко Сейчас АШТУК Подловили Вот АВП на улице Сказало что один Рампы сказали Что чисто Скарк стянулся Упал И все было так вовремя Ну зажим был бы Намного красивее Если бы Ну посмотрите Флюша вышел Не вовремя Опс Прострелом забирает Ланфира 17 хп 17 хп 20 секунд до конца раунда И Флюша по-моему Засейвит авик Или пойдет тащить Просто непонятно Рубина А бомба упала на рубина Все Все понятно Тут клоузет раунд Может попробовать Убить улицу Ну Как видим Тупиковая ситуация В тупик попали Фнатик Ну и в общем-то АВП от Флюши уходит Просто на катериспаун Оно еще ловит Он еще ловит Очень хороший тайминг Чтобы засейвить его А штуки это нисколько На самом деле не смущает Но Их потери на самом деле Восполняются Очень-очень трагично Посмотрите сколько денег Было на начало раунда Там буквально На в чем мать Родила побежать осталось Тем не менее Вторые арморы Вот на Фомасе Уже маки Это нехороший знак Так На эске Скарг Но она у него всегда АКМ рубина Никто не берет ауги Заметьте По-моему Команды договорились Не брать их Потому что МБА Джейви Никто не идет На Джейви Из-за красного Стараются На максимуме Играть В этих ситуациях Так Флешка Вот мне интересно Ангар Нет Джейви не знает Об ангаре Он не знает То что там занято Бомба у Пронокса Смотрите Война с радио Война с ПРБ Возможно это сплит На нижний плент Через рампы И Улицу Ну Фнатик уже играли Такой раунд Опять-таки В самом-самом начале Практически Этой половины На первом девайсе Который они проиграли Но Стэк был немного другой Сюда выходило двое И Сейчас выходит трое Хорошая стрельба От Скарка Грамотной позиции Ну и перекрестный огонь А то что Кейгейминг Не оставляет шансов Звену Которая пыталась Сыграть рампы Тем не менее Удается разменяться В 4 в 3 Вот если Нет Не забирает бомбу Дэвил Волк После флешек Надо было сразу ловить Пока Скарк реладился Но не прочитал Этот момент Игрок нападения И вновь тупик Для Фнатик На этот раз 4 в 2 Ну попытка Убить 9 Будет Очень-очень Наверное Сомнительный Да Сейв Сейвят парни JV АВП Флюш АКМ Ну я Штукия Понимает Что это Сейв Ну это конечно Надо бы давить А этому АВП Просто выживать Нельзя Калашу Конечно Тоже Надо было Раздавить Ладно 12 14 Штукия Гейминг Начинает Наступать На пятки На первой карте Практически Вот в критичный момент Слушайте Могут и потащить Если потащат Это будет Несомненно Охренеть Что Фнатик Будут в шоке Скарг 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 Видели что было Ну вот это уже называется Однообразие Эта штуки Они не меняют Свои позиции Игроки по ролям Действуют очень линейно Ну и собственно говоря Фнатик начали с того Что втроем Дождались Таймингового выпада С внешки Линберг Также умудрился Разобраться С Лангфиером Который практически Три или четыре раунда Подряд Не покидал позицию В ангаре И аштуки Были зачитаны По крайней мере Две позиции Но три еще работают И велика вероятность Удачного размена Для аштуки Если Фнатик Где-то На ту пят Но По-моему У них плана на это нет У Дэвил Волк Смотрит с самого начала Раунда Инсайт На инсайт Никто не ходил Возможно Поджим с радио Был бы сейчас Конечно Бонусом И очень полезным Потому что там играет Стендин Который не рискует Ну Такой знаете Информационный вакуум Сейчас у аштуки Гейминг Они не понимают где У них все позиции Ближние Наблизи И может это дело Закончится просто Ну ничем Для них Так Пронакс открывается на Минус рубина На точке Пронакс Игра в пунте Маки Не справляется со вторым Забирает Шнейдером Ну и ПРБ последний Понятно что Его здесь просто ждут 15-12 У Фнатик ничья Ну и по-моему Первая карта Все-таки достанется Команде Из Швеции А вот вторая Может 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 Закончиться Немного С Более Интересным счетом Ну по крайней мере Я буду надеяться Что На второй карте У Аштуки Шансов больше Хотя я не видел От них трейн Вот опять же Я только знакомлюсь С норвежцами На Старладдер Они не просились Кстати друзья Вот Этим парням Придется пройти Наверное Про серию На Старладдере Такие дела Будут они Играть или нет Я не знаю Так ну что Фнатик совсем Обнагляли в последнем раунде Заняли улицу Достаточно быстро Даже минуты нету До этого Прицельно выжидали Ангар длинный И еще раз Ангар с мейном Так Красиво с мейна Ушел Пронекс На минус 33 хп Всего лишь Хотя все могло Закончиться Еще хуже Флюша Извиняюсь На 23 хп Извиняюсь Так Ну и вот Мы видели уже От фнатик Это действие Когда они в пистолетке Заняли длинные Ушли на улицу Но здесь Посмотрите Они оставили Шнейдера В ангаре А сами Совершенно спокойно Перетянулись В сторону Аплента В сторону Инсайда И двигаются В сторону Рамы Дэвил Волк Первый в стеке Мне интересно Как сейчас Играет Стендин Команда Ну вот Быть принятым В команду Для ПРБ Честь Поэтому Жарить надо Прямо сейчас АВП падает Нет не падает Красным его оставляет ПРБ Ну тут ПРБ просто задавили Чистым преимуществом Как видим Без шансов Выщелкнули Маки Играет в крысу За плентом Убивает первого Убивает второго Отличная игра В ассиста Нужно забирать плент Маки Старается Вжимает в Пронакса Видит последнего Игрока нападения Флюша Один в два Ну Флюшу надо ловить С длинного ланфия Анти темплэта Штукей Но время заканчивается И Флюша просто понимает Что чуть-чуть Не хватает его команде 15-13 Будет драка Будет драка А Штукей Постарались Вот Со временем Конечно Фнатик Проглупили Ой-ой-ой Как Чутка не хватило Я думал Сейчас выйдет Второй Добьет Не посмотрел на тайминг Думаю Что за анти темплей А оно закончилось Ладно Минута 40 пошла Друзья 29-й раунд И Один из решающих моментов Сейчас наступает Для Штуки Гейминг Либо овертайма Либо это 1-0 И это достаточно обидно На самом-то деле Давайте посмотрим На GV Бомбардир команды Фнатик Сейчас попробует Сыграть под девяткой Его правда Зачекали Ждет экшена Срамп Ну Занятые окна Тоже здесь Никакого Бонусного Расклада Не дают Дэви Волк Скрип Скорее всего Слышал будку H2K Ну Прб просто Купил себе Няшку Каждый раунд Последний Чего бы нет Давайте смотреть Сейчас Ой-ой-ой-ой Посмотрите Как сейчас Сыграл Жестко GV Вот ждал его Скарг Ждал Но GV на подсадке Сыграл Намного аккуратнее Чем я мог себе Представить Дэви наверное Тоже И Дэвил Волк Подержал его Огневой мощью С двери Аркады нет Ланфир в плунте Надо размениваться Маки Отлично Отлично Остается на точке Но вот то что Стэк был с девятки Это конечно проблема Тем не менее ПРБ выбивает бомбу Но с дробовиком Один в два Здесь не затащить 16-13 Первая карта За командой Фнатик Мы увидимся с вами Через несколько минут И это будет D-Train Небольшой перерыв На 5,5 минут Далеко не уходите Вторая карта D-Train